Субтитры сделал DimaTorzok Ой, вы знаете, я так спала хорошо И утром проснулась от будильника У меня на 9 часов всегда будильник стоит Чтобы я могла начать принимать лекарства И сплю, и думаю, ну что звонит, что звонит Не могу понять, не могу проснуться Настолько крепко спала Обычно Потом поняла, боже, это же будильник, надо просыпаться А я не хочу Ну нет, конечно, я встала Ну, а обычно-то обычно Как? А обычно как? Тоже так же? Нет, конечно А что нет? Если бы это было обычно, я бы сейчас так бы не комментировала А, ну понятно Так крепко я, ну и так вот Обычно я прыгаю всю ночь Плююсь Кашляю там Просыпаюсь Ем и пью Ну ладно, значит, тогда сейчас вот что Я вчера-то вечером вас тут порисовал Вот на этой На этом листе Сейчас я тогда сегодняшнее вот состояние В данный момент Порисую, что там с аурой И каналы как изменились Вы посмотрели когда ауру? Ну я смотрел в десять по Москве Ага Ну короче, сегодня утром Нет, почему утром, в десять я имею в виду вечера, в двадцать два А, вчера? Да, вчера Вечера, ну я не дослышиваю, поэтому Нет, нет, ничего У меня очень сильно заложено уши Как будто я под водой Это ужас Понятно И причем ведь они не просто заложены Там телеса, я ее выплевываю Ой, это ужас Понятно Литрами? Откуда? Вот она производится И почему я и поняла, что это поразит Потому что Ну не может организм столько слизи вырабатывать Что-то растет Ну аура кругленькая, округлилась То есть вот пробои ушли Вы знаете, я почувствовала еще, что у меня как бы вот больше энергии стало Сегодня? Да, сегодня Утром проснулась Вот я все время это в состоянии, чтобы у меня появились какие-то силы Но этого не происходило А сегодня вроде как побольше энергии Ну, меня это радует Да Идея о геопатогене как бы Хочу спросить Пробивает, да, да Говорите Вот я же на пятом этаже живу Да Получается, что Вы вот говорите Геопатогенная зона земли Это получается, что в те пять этажей люди пронизаны этим негативным Ну они же не болеют, что соседи мои Вот как вы мне ответите на это Вот это вот Понимаете Мы же говорим об отягчающей Я не говорю, что это Виноват геопатогене Я говорю, это отягчающий фактор Отягчающий Да И у каждого И у каждого Если он, конечно, спит на том же Примерно под вами У вас какая квартира? Однокомнатная, двухкомнатная? Двух Значит, в какой комнате спит Там непонятно Каждого человека надо смотреть Вы-то говорите, что уже 20 лет мучаетесь своими проблемами Но это не значит, что Надо было фотографию вашу посмотреть Где вы там молодая И красивая Ну ладно, не важно Это мы еще посмотрим Вот смотрите, что сейчас я зарисовал тут Видно вам А, я... Ну ладно Вот аура Округлилась Видите, как аура округлилась? Видно? Я вижу, что она целостная стала Ну вот, кругленькая, кругленькая Вот выше, вот вечером Я в 10 вечера смотрел Видите, вот пробои, которые у вас были Да, я помню эти пробои А теперь что? Вот такая круглая Вот такая и голова Видите, пропал этот самый А можно поближе мне сейчас придвинуть? У меня со зрением плохо Сейчас я... Сейчас я... Вот сейчас, картинку можно? Да, да, да На минутку просто подальзу туда Да нет, нет, вот смотрите Видно ее? А что на голове? А что на голове? Так это вот аура головы Она смещена? Нет, ну округлилась. Правая и левая стороны у нас у всех есть некая дисгармония. А, асимметрия? Да, асимметрия, работает активнее одна сторона. А то, что красная и черная, это чем отличается? Да ничем, просто чтобы видно было, что это отдельно. Отдельно аура головы. Вы понимаете, вот я же почувствовала. А вот каналы тоже приподнялись, видите? А вот это вот график о чем говорит внизу? Вот если вот вечером, видите, или в прошлый раз, видите, ниже средней линии как бы каналы, да? А, это вот линия. Энергетические, энергетические каналы. То сейчас вот, видите, выше средней уже, так сказать, поднялись. Ого! Ну, это, это как бы, ну, такое воздействие локальное. Как это будет в динамике, это мы посмотрим, потому что это немножко, конечно, усядется. Представьте, за один день, какой даже дня еще нету. Ну, ночь, за одну ночь. За одну ночь? Да. За одну ночь. А сейчас я еще посмотрю, ну, там органы как бы, как посмотрю. Понимаете, как Володя, я ведь еще не просто ночью только сплю, а обычные люди только ночью спят на своей кровати. А я же лежу целыми днями, поэтому у меня как бы получается не только ночь, получается почти сутки. Ну, конечно. Я все время лежу в кровати, ну, там, на кухню вышло воно. И все время подойдет, то есть я в этой зоне. Да. Ну, сейчас будете вот над этими крестами. Хе-хе-хе. Вот я сейчас просто органы конкретно посмотрю по симпатической ветке и по парасимпатической. То есть что в недостаточности как бы есть, там что-то. То есть это как бы общее округлилось, это общее, да, как бы предпосылки для того, чтобы энергетика заработала. Но вот внутренние органы еще, ну, вот легкие, нормально. Легкие? Да. Как нормально? Ну, что, как нормально? Я же не ставлю вам диагноз. Вы понимаете меня? Энергетика нормально. Я смотрю ауру органа. Это значит, что я вам просто говорю, предпосылка. Значит, аура пробита, как голова была пробита, значит. Это явная, так сказать, недостаточность или нарушение функций. Сейчас легкие, нет пробоя. А вот в сердце есть, печень есть, желчный кузырь есть, желудки нет, селезенки нет, поджелудочная есть, надпочечник есть, почки есть, тонкий кишечник есть, толстый кишечник есть, понимаете? То есть, вот это по парасимпатическому, а сейчас по симпатической ветке посмотрим, что там. Потому что это надо, как бы, четко различать, потому что эти ветки работают и надо смотреть, в принципе, по какой. Ну, лекарства все, во всяком случае, делаются с учетом того, значит, на какую ветвь вегетативной иннервации оказывают влияние. А вот по этой самой, по симпатическому отделу, скажем, печени нету пробоя, сердца нету, почки нет, поджелудочная нет, желудок нет. То есть, то есть вот, значит, вот эти, я вам еще в прошлый раз показывал, вот, вот это у нас парасимпатическая иннервация. Вот мозг, это центральная нервная система, парасимпатическая иннервация идет вот по блуждающему вдоль позвоночника внутри и иннервирует органы, значит, все органы. А вот симпатический отдел, симпатический, в основном идет по позвоночнику, в смысле, по этому самому, по позвоночному столбу внутри. Видите, все внутри прям. И иннервирует органы, на своем уровне, как бы, выходят из позвоночника. Ну, это я в курсе. Ну, я в курсе, это хорошо, но напомнить, что разница есть, понимаете? Так. Вот у вас сейчас, вы встали, у вас сейчас активировался, активирован организм, да? Но при этом парасимпатическая, как бы, оказывается... Нет. Оказывается, это, кстати, не в том смысле, что большой недостаточности, а в том смысле, что одна из них, когда активируется, она подавляет работу другой, другого отдела. Но при этом не должно страдать в таком смысле органы, как вот, имея пробои. Поэтому, вот, обратим внимание на парасимпатическую, в дальнейшем, да? Чтобы равновесие было, да? Да, что надо не то, что равновесие, а вот стимулировать вот этот вот глуздающий нерв и так далее, которые идут внутри. И надо смотреть, где, на каком отрезке они имеют поражение. Ну, то есть, это, как бы, я сейчас намечаю варианты смотреть, значит, что, какие, может быть, случаи с вами в жизни произошли травмы, психотравмы, которые оставили на, скажем, на работе вот этой, этого отдела нервной системы, свои следы. Понятно? Ну, у меня были и психотравмы, и травмы. Ну, вот и хорошо, что были, значит, мы их найдем. Найдем и нейтрализуем. Только вы телефон выключите, в прошлый раз он у вас все время дребезжал, и там ролик пока оказался все время это самое, со звонками. Вот уже приготовил вам, вам тут кучу подарков, сувениров. Значит... Да, я думала, что этот раз будут они, но они еще придут только следующий пацан. Да, вот это для воды, для зарядки, так сказать, для наведения диссиметрии. Ну, заряжать воду, я поняла. Да, да, да. Вот это вот для этих самых, как они называются, это жезлы, которые управляют вегетативной иннервацией. Вот у нас, мать моя, вот у нас этот самый мозг, да, гипоталамус. О, хорошо, вот это важно. И вот здесь вот есть панхерематозное ядро, которое очень важно с точки зрения, вообще говоря, иммунного ответа, что называется. Ну, эфифис, гипофис, мозолистое тело. Ну, сейчас вот, как бы, все активно, достаточно неплохо. Поэтому вот будете, значит, жезлы пользовать и так, и так, чтобы, значит, эти самые ветви вегетативной иннервации, так сказать. Как они часто пользуются? Ну, это когда придут, мы свяжемся, и тогда я вам подробнее объясню, что надо делать. Хорошо. Вот еще одна штука, это у нас... Генератор. Ну, это не генератор, это только катушка без генератора. Катушка, катушка, да. Катушка. Значит, ее можно пользоваться тоже, допустим, вот смотрите, вот здесь вот у нас сзади... Да, да, есть ямка. Да, ямка, это шестнадцатая точка по задне-срединному каналу. Можно ее вот так вот прикладывать вот этим концом, прямо к этому шестнадцатому, шестнадцатой точке, и минут пять там можно, так сказать, воздействовать. То есть, эта катушка, она формирует, то есть, она так намотана, что она формирует вокруг себя некий троидальный, образование, как, то есть, поле формы, так называемое. Вот у нее поле формы троидальное образование, и здесь внутренний вихрь, который направлен, значит, вот отсюда, с задней стороны, туда, вперед. А-а-а, как бы ввинчивается. Да, он ввинчивается туда. Активизируется. Значит, когда вы вот так прикладываете, значит, у вас идет насыщение, определенное насыщение мозговых структур, значит, дополнительной энергетики. Ну, если, может быть, знакомы, есть такой, Сергей Никитин, у него есть книга «Криодинамика». Не слышали? Нет. Ну, «Криодинамика», там он использует лед, прикладывает к этой точке для того, чтобы, значит, вот мозг рефлекторный дал ответ и активировал работу. Ну, а это вот, значит, будем использовать вот таким вот. Ну, вы знаете, мне удобно, я прямо отлягу на подушку, положу и буду лежать спать на ней. Да нет, спать не надо на ней, надо пять минут только. А-а-а, все поняла. Значит, второе, что мы будем, это, так сказать, как бы побочные такие эффекты, которые можно использовать. Второе, это будем канальную энергетику стимулировать. Вот этой штукой очень удобно, видите, он имеет такой, значит, цилиндрический цилиндрик, который тоже сам по себе является формирователем дополнительным этого вифля. Будем к точкам прикладывать. Точки, я вам тоже все это пришлю. Хорошо. К точкам на теле, ну, в основном это конечности. Для стимуляции как раз вот тех внутренних органов, да, которые на сегодняшний день, вот, недостаточности оказываются, парасимпатические нерваты. И одеяло. Одеяло, значит, к сожалению, только одно, но оно достаточно большое, 170 на 2 метра, поэтому его надо, можно на одной половине спать, а другой как бы накрываться. А, понятно. То есть нужно, чтобы и снизу, и сверху оно было. Понятно. Ну, так сказать, когда лучшие времена настанут, тогда 2 будем использовать. Пока, значит, можно одно. Да, наверное, нет смысла. Если делать 2, надо просто узких. Нет, ну, 2, да, да. Ну, короче, вот пока так. А, по-моему, одно удобней. Ну. Лег и укрылся. Да, да. Без таких проблем. Да, да. Ну, что, не спадет? Его можно не в длину, а в ширину. Вы же не высокая, будет 170 вам достаточно. К тому же вы можете свое основное использовать сверху еще. Понятно, это если холодно. Да, если будет. Ну, я имею в виду зимой там, если. Ну, короче, вот такая как бы картина пока вырисовывается. Значит, пока вот делаем то, что есть, наблюдаем за собой, чтобы какие-то изменения, если что, значит, звоните, если мало ли срочно. Единственное, что еще я сейчас посмотрю. Я вчера смотрел у вас коэффициент диссиметрии 27. 27, а вчера было 23. Ну, немножко, немножко изменилось. Вчера щелочность была 7,4, ну, среды внутренней. Сегодня... Это щелочность какой среды? Ну, кровь, лимфа, там, жидкости все. А? Жидкости. А, жидкости всей, да? Да. 7,4. Это мало 7,4. Это считается нормой, но когда человек болен, там надо повышать щелочность. 7,4. Сейчас тоже 7,4. Ну, это я в это как бы вмешиваться не буду. Вы, вы как бы сами решайте, что там вам... Смотрите, Володя, вообще 7,4 это считается нормой. Ну, так и хорошо, значит, нормой. Это уже неплохо. То есть уже как бы есть время... Ну, а больше, а больше, а больше, а больше-то зачем? Ну? Больше-то не надо? Ну, согласна. А вот представьте, сейчас я вам такую информацию выдам, это вам никто не скажет. Я же принимаю препарат, который является сильно щелочным. Да. Это препарат, вот как раз ММС, минеральная добавка Джима Хэмббелла. Да. Это гипохлоридка натрия. Да. Это тоже хлор, хлор. Да. И вот представьте, каждый час я принимаю эту добавку. Да. И при этом щелочность организма норма. Ну, смотрите, еще один момент, уточняющий. Угу. То, что я вот говорю эти цифры, это как бы нельзя их воспринимать как некую истину, которую я тут глаголю. Это все достаточно относительно как бы моего восприятия, что ли. Оно, естественно, субъективно. Ну, понятно. Поэтому принимать как бы вот, что я тут сказал, так это, значит, так и должно быть, или так и есть. Все плюс-минус. Так что... Это я понимаю. Да. Я просто хочу сказать, что принимая такое количество хлора, ежедневно, ежедневно, ежечасно. Да. Я могла бы поднять и до 10, и до 11. Понятно. Но я бы почувствовала какой-то дискомфорт или что. Ну, в общем-то, я очень сильно, интуиция у меня развита. Я вовремя останавливаюсь. У меня бывает рвота, причем вчера была спонтанная. Знаете, я вам хочу сказать, что у меня раньше вообще рвоты не было, потому что рвотный рефлекс был нарушен за счет, я думаю, за счет того, что там слизи много, и оно не могло вот это вот механически выбрасывать. А сейчас уже это происходит, и меня это радует. И прям выходит, знаете, как плантонг. Планктон. Понятно. Прям такая вот жижа, и там прям масса такие вот плавают, такие мелкие, множество. И причем это не еда, это вот на голоде между едой меня рвет. Я пью воду, я потом ферменты, энзимы выпиваю в большом количестве, панкреатин, чтобы расщепить, потому что вот это прорастало много времени, и оно не может отойти. Ну, хорошо. Я это чувствую. Ну, будем... И вот вчера, меня вот это вчера прям выполоскало, и мне прям стало легче. И это как раз уже после того, как я где-то поздня полежала на вот этих крестах. И у меня прям такое настроение позитивное, при том, что плохо мне, плохо, но настроение уже у меня совершенно другое, и я вот верю, что все будет нормально. Ну, значит, так и порешим. Самое главное – настрой. Да, да. Знаете, вот это не просто тупая вера, знаете. Вот я верю, как люди часто, вот, знаете, просто тупо верят, настраивают себя, заставляют. Я не могу, я себя не заставляю, не настраиваю. Это изнутри идет. Ну, хорошо. И наоборот, раньше я не могла ничем себя, ну, как сказать, сподвинуть на позитив. Понятно. Потому что это изнутри не шло. И это бесполезно заниматься, когда это, как бы мозг, он сам решает. Он чувствует, плохо ему или опасность, или же нормально. Если я утром просыпаюсь сегодня, да, и у меня песня в голове. Ну, вы вообще меня тут веселите. Почему? Не, ну, я в том смысле, в положительном смысле. А, да, я проснулась, и у меня прям вот этот сироп в голове поет. Ты меня любишь. Да, ты. И, вы знаете, я вот эту любовь воспринимаю не как от человека, а как от Вселенной. Ну, отлично. А, о, кстати говоря, слушайте, я забыл. Ты меня любишь и не предашь под пытками. Ага. Понимаете, я вот верю в то, что космос меня любит. И вот вас прислал мне по этому. И у меня у тебя такое настроение позитивное. Да, ну вот сейчас я еще забыл одну вещь, так сказать, сделать. Вот я вчера смотрел, вот смотрите, я еще один момент стал отмечать. Вот эта вот маленькая точечка, да, вот здесь вот, видно ее? Что там у вас? Вот точечка, точечка черненькая, вот эта. Видно? Это в районе брюшной полости? Нет, 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 это оставьте, это отдельно. Вот это вы. Вот это вы. А вот это вот ваша аура целиковая и вверх, и вниз. Ой, как интересно. Целиковая, целиковая. То есть вот... Это бы такая аура вокруг меня? Да. Ну вот если в масштабе прикинуть, вот она, значит, по отношению вот к этой точке, вот она так распространяется. Вниз и вверх. Так вот сейчас я нарисую... Это вчера я вечером, значит, делал. А вот сейчас я сделаю на сего, ну, на данный момент. Посмотрим, что изменилось, так сказать. Вы же говорите, песня у вас там, и вселенская любовь вселилась. Вы прям художник. Да, не говорите. Проснулся, проснулся художественный талант. А вы, у вас образование же техническое, наверное, чертежи хорошо рисовали? Ну, да. Уже более выровнялось. Вот как бы вот эти вот... Рубаные места как бы ушли. Вот и вверх, вот видите, распространение. И вниз примерно пропорционально. Ну вот, примерно вот такое действие и действие одеяла. Которое, оно тоже как бы вот вверх-вниз образует четкую, так сказать, связь. Ну, посмотрим дальше. Ну, все тогда. Ну, вы это тоже сейчас записали? Да, 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 я все вот записано у меня, так что... Ну, хорошо. Так что будем... Здоровья вам! Я каждый день буду у вас вот рисовать и смотреть, как это будет. Пока не придет новая партия, там, значит, вот уже с некоторых других позиций начнем вот эти вот внутренние органы. Ну, хотя и сейчас можно, вот я говорил, так сказать, психотравмы, значит, это как только созреете... Ой, Володя, спасибо вам здоровья! Как только, смотрите, как только созреете, да, ну, я имею в виду вот психотравмы и травмы, которые вы по жизни там получали, можно с ними поработать. Ну, для этого надо как бы внутренне быть готовым. Я поэтому говорю вам, напоминаю, что созревайте для этого, чтобы вот я вас как бы проведу через эти опять... А, состояния? Да, через эти состояния, и тогда при вот этом как бы повторении в мозгу реструктурируется память, да, вот мозга, где вот эти напряженные зоны есть. Понимаете? Да, как спазмы. Да. Вы знаете, вы знаете, я просто вам скажу, я писала, может быть, где-то вы читали, у меня просто в возрасте 25 лет умер ребенок, и он умер внезапно, просто не болея, когда человек болеет и как бы готов к этому. Поэтому у меня был очень большой стресс, я в голод не могла в себя прийти. Ну вот, а это все остается, понимаете, в мозгу глубоко, может быть, не настолько оно явно, но оно влияет на всю оставшуюся жизнь. Не знаю, я, например, честно говорю вам, я в это не верила, я считала, что я сильная, я справлюсь с этим, но в то время я была очень молодая, и незрелая, и немудрая, и я просто, знаете, отдалась этой ситуации, и я не сопротивлялась, а я прямо в ней варилась, в этом сапу. Я прямо не знала даже, как с этим справляться, была очень молодая, глупая. И я обратилась к психиатрам, а что они мне сделали? Они мне просто давали психотропные. И буквально две недели я побыла на этом лечении и поняла, что это что-то ужасное, и прекратила. Я поняла, что это вообще не из области помощи, и я сейчас категорически против этого препарата, знаете, амитрепсилин мне давали. Ну, это же было так давно, в то время ничего другого и не было. И вот так вот я прошла вот эту ситуацию, просто, знаете, варварским путем, я считаю. Ну, понимаете, оставим это в прошлом, сейчас вот есть методы более гуманные. И вот те люди, которые не имеют знаний, они попадаются на эту удочку и подсаживаются, и потом теряют себя. Ну, ладно, так и решим. Значит, я смотрю, вы уже созрели. Можно прямо сейчас начинать. Ну, давайте, до следующего раза. И, значит, как-нибудь на недельке, на этой, значит, встретимся еще раз. Ну-ка, позвоните, я всегда на связи. А, ну, хорошо, хорошо, я созрею тогда, значит. Да, выберите время, спасибо вам. Ну, счастливо, счастливо. Да, здоровья вам, главное здоровья. Всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok